Всем привет! Сегодня я пеку вот такие вот наивкуснейшие пирожки с картошкой и куриной печенкой. Я сейчас разломлю, они очень-очень мягенькие. Посмотрите, какое тоненькое тесто. Вначале я заведу дрожжевое тесто. Я взяла здесь у меня 450 мл теплой воды. Я отправляю сюда столовую ложку дрожжей, столовую ложку сахара. Хорошо перемешаю и оставлю на несколько минут. Просеянную муку отправляю опару. Добавляю соли. И завожу тесто. Теперь добавляю примерно 3 столовые ложки растительного масла. И буду заводить такое мягкое, нежненькое тесто. Понемножку добавляю муки. Чашку я смазываю немножко маслом. И отправляю тесто. Тесто вот у меня получилось, оно очень-очень мягенькое, нежненькое. Вот такое вот оно, красивенькое. Закрываю пищевой пленкой и отправляю в теплое место. Я отправляю, разогреваю духовку, чтобы духовка была немножко тепленькая. И ставлю в духовочку. И оно тогда быстрее поднимается. Для начинки мне понадобится печенка, куриная печенка. Печень я хорошо помыла, залила ее молоком и оставила примерно на 3 часа. Теперь я ее хорошо промою и буду варить ее в подсоленной воде примерно 10 минут. Печенку мне нужно перекрутить. Теперь мне нужно поджарить лучок. В разогретую сковороду отправляю несколько столовых ложек растительного масла. И одну среднюю луковицу, мелко порубленную. И буду обжаривать до золотистого цвета. Теперь печень я отправляю в поджаренный лучок и буду обжаривать примерно 5 минут. Теперь мне нужно отварить картошку. Воду я посолила и отправляю картофель. И буду варить его до готовности. Все, картошка у меня сварилась. Я воду слила и ее немножко подавила. Теперь я сюда отправляю кусочек масла. И пожаренную печенку с луком. Все нужно хорошо перемешать. Все перемешиваю. Добавляю соль, перец по вкусу. И все, начинка готова. Тесто у меня уже подошло. Вот оно уже такое большое, огромное. Выпрыгивает уже из чашки. Подпыляем мукой ту поверхность, на которой я буду работать. Теперь мне нужно тесто разделить на порционные кусочки. Каждый кусочек я беру немножко в муку и подкатываю. Раскатала вот я на вот такие вот кружочки. Теперь буду сюда укладывать начиночку. Начиночки побольше. Любим, чтобы когда много начинки. И начинаю закрывать пирожочки. Вот таким вот образом. Вот такой вот пирожочек. И готовые пирожочки я их закрываю кухонным полотенцем. Это для того, чтобы они не заветривались и не засыхали. Масло у меня уже почти разогрелось. Я налила примерно немножко больше стакана растительного масла. Теперь что я буду делать? Пирожки вот у меня уже все они подошли. Их можно просто вот так вот ложить, выпекать. Но я хочу, чтобы они у меня были очень-очень тоненькие. И я буду их каждый ложить и вот так вот немножко их прокатывать. Только нужно очень аккуратно, чтобы тесто не треснуло. И в хорошо разогретое масло я буду опускать пирожочки. И буду их обжаривать на умеренном огне. Вот таким вот образом. И буду их крутить с каждой стороны, чтобы они прожаривались. И буду вытаскивать их на тарелочку, застеленную бумажным полотенцем. Для того, чтобы весь жир бумажное полотенце собирало. Ну и все. Неудачной работы. Встретимся, когда я все сделаю. Очень тонкие, очень вкусные. Я сейчас разломлю. Они очень-очень мягенькие. Посмотрите, какое тоненькое тесто. Начинка распределена по всему пирожочку. Посмотрите, какие они очень-очень вкусные. Мягенькие. О! Разваливаются. Тесто получилось очень-очень тоненькое. Это из-за того, что я каждый пирожочек прокатывала, а потом ложила на сковородку и выпекала. Вот такие вот пирожочки. Они очень-очень вкусные. Да со сметанкой. Да вечером с чаечком. С любимыми. Это очень-очень вкусно. Всем-всем приятного чаяпития. Приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. А с вами была Ольга, семейные вкусняшки. И до новых встреч. Всем пока-пока.